всем привет меня зовут вика давайте посмотрим новый расклад таро для мужчин какая она с другими мужчинами как всегда настраивайтесь на расклад для энергообмена ставьте лайк подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями конечно же пишите побольше комментариев кстати решила сделать небольшой такой опрос давно я не делала поскольку много подписчиков у меня новых и гостей канала напишите в комментариях как вас зовут хотя бы имена ваши напишите итак смотрим каких энергиях вы находитесь вашей жизни произошло абсолютное обновление обновление во всех сферах жизни это начиная от вашего внутреннего состояния здесь абсолютно знаете вот как будто вы горевшие изнутри начавший жить заново да вот человек который крутые перемены в своей жизни пережил опять же здесь проигрывается и личная жизнь у кого-то это может проигрываться работа у кого-то два в одном то есть здесь обнуление абсолютно идет здесь человек который пережил очень сильную большую внутреннюю трансформацию очень большие перемены в своей жизни и вообще новый жизненный этап как раньше уже не будет вот эта фраза конечно же сто процентов подходит для вас всех как раньше не будет это связано начиная от работы как я уже сказала да это может быть смена работы это может быть смена места жительства это может быть разрыв развода вот то есть вы раньше жили в семье либо же гражданский брак это то есть это были отношения сейчас этого нет сейчас вы стали один то есть глубокие глубокие перемены в вашей жизни причем эти перемены они вас ну сделали более жестким более закаленным в боях так скажем раньше вы были попроще абсолютно попроще много что даже не замечали да вот чепуху какую-то сейчас вы очень скрупулезно подходите вообще ко всем событиям и ко всем людям нет того доверия которое было нет той какой-то ну хоть и мужской но наивности наивность в каком плане слишком сильно доверяли слишком сильно позволяли садиться себе на шею вы человек еще который знаете вы в принципе вы не любите конфликты но вот теперь вот теперь вы стали другим и я бы сказала вы стали более вспыльчивый более ну жесткий как я сказала эмоционально холодный вот так наверное правильно было бы назвать эмоционально холодный не потому что вы такой вот черствый да вот робот какой-то стали нет из-за того что вы пережили в своей жизни но у вас чувства эмоции внутри вот в душе сердце ваше как будто заморожено да вот как зимняя вишня фильм есть здесь ситуация когда вы больше не дадите себя в обиду никому никогда здесь ситуация когда вот реально вы стали более вспыльчивый просто потому что после пережитых вот этих всех ваших проблем трансформации жизненных но нервы вам потрепала конечно злодейка судьба до нервов уже но не осталось абсолютно здесь проигрываются и недосыпы здесь и неврозы могут быть здесь и бессонница ну то есть естественно вы просто так легко и просто не расходились со своей женщиной причем еще у некоторых может быть даже сейчас она не дает вам покоя по тем или иным каким-то делам да вот она постоянно что-то от вас хочет опять же поскольку это общий расклад да помним что это конечно же у некоторых из вас будет проигрываться потому что далеко не все общаются со своими бывшими но вот те которые общаются но вот она не дает вам покоя вы бы хотели уже поставить крест до жирную точку наконец это все забыть перекреститься и уйти и забыть его как кошмарный сон а вот она постоянно может то звонить по какой-то чепуховой даже причине то писать то какой-то помощи просите ну то есть постоянно на вам голову морочит и вам это абсолютно не по душе единственное вот может еще проигрываться у некоторых такой момент как очень большая тяга к детям к детям которые остались с вашей бывшей женщиной до детям которые очень сильно вам дороги да здесь может быть момент либо же вам очень редко дают с ними видеться либо же вообще манипулируют детьми и не дают в полной мере с ними общаться поэтому это вас очень сильно травмирует из-за этого у вас бывший тоже могут быть стычки скандалы конфликты именно вот из-за того что вы ну не можете вот в полной мере как отец да вот но насладиться тем общением со своими маленькими крошечками особенно если это крошечки реально и так далее смотрите опять же поскольку общий расклад касается либо же некоторых кто сейчас находится вот таких вот довольно тяжелых да вот негативных энергиях либо вы уже прошли этот этап то что тяжело было это сто процентов как я уже сказала вот разрыв легко не дался от женщин отстранились абсолютно разбитое сердце это обычно показывает нам любовный треугольник это измена это вранье это предательство да но опять же поскольку это личный раз господи личный поскольку это общий расклад то конечно же здесь мы видим и карта примирения то есть я могу сказать что среди вас вот есть такие люди которые все-таки в голове носят такую идею а вдруг помириться а вдруг получится то есть но здесь тяга просто неимоверная тягах бывшей женщине минус которой вам порой довольно тяжело совладать несмотря на ту боль которую вы пережили все равно какая-то тяга вот тяга в прошлое здесь смотрите ребята здесь могут проигрываться как привороты потому что тянет вы сами можете по себе чувствовать понимать что что-то не так но здесь без диагностики на негатив не обойтись поэтому я вас приглашаю кто хочет на личный расклад на диагностику негатива телефон в описании к видео и в комментариях есть пишите мессенджеры поэтому смотрите здесь довольно неплохая ситуация о новых женщинах я не вижу чтобы вы даже допускали мысли настолько либо же сейчас вот болит у кого-то из вас либо болела до такой степени вот в душе все да вот выжженное поле вот настолько выгорело настолько вы наелись вот этого г извините за выражение что как-то вот вы не спешите новые отношения они вас даже в чем-то пугают вот пугают с одной стороны да вам вроде бы одиноко плохо но плохо вот это вот плохо оно у вас еще не прошло даже это касается тех кто довольно давно разошелся здесь могут быть отголоски опять же я уже не раз говорила в своих видео у кого-то это комплексы у кого-то это страхи остаются перед новыми отношениями а кто-то реально поставил жирную точку вообще на своей личной жизни но я имею ввиду на серьезных отношениях да в монахи понятное дело никто записываться не собирается но как таковой вот даже интимной жизни я у многих из вас я думаю ну здесь проблемки будут либо же она очень редкая либо же ее ну длительное время вообще нет ну тихо сам собою извините я это не считаю да потому что но это немножечко не то пальто не та разрядка все взрослые люди поэтому говорю как есть абсолютно здесь я без шуток без прибауток и так далее это довольно больная тема это довольно болезненная тема поэтому не хочу сильно углубляться бередить раны потому что физиология это тоже очень важно и когда вот именно из-за воздержания да вот идет ну реально пар из ушей да кто-то терпит кто-то идет налево направо просто чтобы это все выплеснуть так сказать у каждого это будет своя история итак давайте-ка смотреть какая же женщина пришла к нам на расклад да и будем смотреть какая же она с другими мужчинами так женщина что же ты за женщина такая раз такая но это из-за нее раз прекрасной да это ваша предательница явилась сегодня на расклад эта женщина вот она по дьяволу до начиная от измены вранья женщина которая может еще любительница заглянуть в рюмку чая женщина которая ну знаете вот она она несет какую-то очень негативную энергетику вот она как человек очень и очень негативный здесь помимо того что в ней самой могут сидеть ну разные сущности да если вот вы это все хоть немножечко знаете читаете мониторите да то я думаю вы в курсе и скорее всего вы подозревали что вот знаете бывает про своих окружающих там либо близких либо родственников бывает смотришь на человека как он бесится да как с ума сходит и хочется сказать тебя что без вселился да или что с тобой происходит крыша едет и с ума сходишь вот здесь может такая история проигрываться но довольно непростая да но это совершенно другая история не хочу в это углубляться это серьезные вещи может проигрываться далее это женщина которая либо же сама владеет черной магией либо же она ходит периодически к людям которые этим занимаются тоже не без этого поэтому смотрите вот реально кто себя как-то слишком уж плохо чувствует да вот вы по себе может быть на и чувствуете что что-то с вами происходит что-то не то все-таки сделайте диагностику просто потому чтобы ваше состояние не ухудшалось дальше потому что пойдет по накатанной до проблемы могут быть и со здоровьем и это забор удачи может быть и из личной жизнью совсем то есть все сферы жизни могут затрагиваться именно из-за негативной программы далее женщина которая большая любительница денег она знаете вот она как-то себя так ведет с людьми я бы сказала что вот ее как-то то ли с детства не приучили нормально общаться с людьми она может общаться либо же на повышенных тонах либо же как-то вот вспыльчивая нервная такая психозная агрессивная хотя поначалу она такой не была она стала такой ну вот спустя какое-то время может быть даже под какой-то вот под конец ваших отношений вашей вашего общения так скажем это женщина которая когда-то даже я бы сказала она была кардинально другой она была в принципе такая ну трудяжечка прям такой слишком супер-пупер трудяжкой конечно я не назову ее но принципе она и по дому работала она все делала на одну более-менее на нормальная была потом ну реально как будто без вселился в человека стала более конфликтная более агрессивная более жесткой и причем знаете я думаю может быть она даже вами не рассказывала у нее были такие моменты когда вот какие-то ну это то ли панические атаки то ли что-то с ней такое происходило да вот как будто нападки какие-то страхов да то есть что-то кажется может быть она резко просыпалась ночью там в ужасе и там привиделось что-то да кто-то пришел какие-то тени души там ну в таком вот плане да немножко в мистическом то есть здесь могут проигрываться и психические расстройства здесь могут проигрываться неврозы да вот невротические разные проблемы могут быть ну дама очень непростая вот те кто с ней находится вообще по жизни люди они долго не задерживаются с ней я вам скажу что на если бы вы вот ну не разошлись в тот период когда вы вот по факту уже разошлись до у каждого это будет свой период кто-то недавно кто-то давно разошелся но это был вопрос времени вы бы ее просто не выдержали вот не выдержали бы помимо ее энергетики до помимо ее вот этих всех закидонов то что она вытворяла то что она делала причем я вам еще скажу она не всегда отдавала отчет в том что она делает под действием магии это могло быть под действием вот каких-то реально психических заболеваний да когда знаете вот как мнимый друг вот если кто-то слышал из психиатрии можете загуглить почитать есть такие моменты тоже то есть с ней очень непросто мы люди не задерживаются я думаю у нее особо таких близких и друзей приятелей нет либо же это по какой-то выгоде вот общение дружба по выгоде может быть даже по взаимной выгоде и так давайте-ка будем смотреть что у нее в личной жизни да будем смотреть какая она с другими мужчинами у нее полный штиль с мужчинами смотрите ха-ха вот кто-то может быть порадуется у нее у нее вот мы сейчас да вот на данный момент мы смотрим у нее вообще полный штиль здесь даже извините жезлов нету вот как-то давненько у нее они не проскакивали причем вот она своим таким склочным характером мужчин отталкивает это какое-то может быть неадекватное поведение это могут какие-то быть ну дурацкие запросы до просьбы которые мужчины покрутят у виска и скажут да ты что ненормально да ты совсем уж чокнулась да или как поэтому вот у нее сейчас вот реально ну нет мужчины от слова совсем да понятно вы скажете вот некоторые дам не пишут да она живет с другим она там беременная все такое это общий расклад поэтому индивидуально каждый случай понятно я не расскажу но в большинстве да в принципе вот я не вижу у нее таких вот серьезных да даже не серьезных отношений на данный момент я не вижу по поводу тех кто скажет что она с кем-то живет да вот вы точно знаете что она живет вот знаете что эта история ненадолго эта песенка о любви будет звучать недолго причем здесь любви нет от слова совсем она вот даже я сейчас говорю о тех ваших бывших да вот о тех случаях когда вы точно знаете что она с кем-то живет эта история о том что отношения приближаются к концу либо же будет грандиозный конфликт грандиозный кризис между ними поэтому здесь абсолютно любовью не пахнет вот от слова совсем но просто даже не пахнет да и не воняет если честно так а вообще давайте хорошо какая она вот когда у нее были другие какой она была хорошо с бывшими да вот так возьмем потому что будущих пока я не вижу у нее как-то вот не наклевывается вот по тузу мечей но она холодная она жесткая вот с мужчинами которые у нее были да вот эти такие жезлы такие палочки назовем их они даже не жезлы а такое что-то среднее непонятное да по матросить и бросить это были таких эмоционально абсолютно холодные отношения чисто по выгоде ради денег городе каких-то услуг может быть да вот именно по по выгоде стопроцентной но по-другому и никак не назову она постоянно и с теми мужчинами показывает характер да она переспать то она переспала с ними но извините когда ну грубо говоря на утро она просыпается и чуть ли не в постели начинает застраивать другого мужчину но извините но какой мужчина это будет терпеть да казалось бы ты мне никто и ничто и звать тебя никак а ты начинаешь уже качать права показывать мне характер то есть мудрая женщина ее никак назвать не могу она знаете вот себя ведет но реально так как ну я даже не знаю вот как ее культурно назвать да чтобы никого не обидеть но как человек не уравновешенный в чем-то даже может быть неадекватный нет почему-то кажется что она не всегда даже отдают отчет что она говорит и делать с другими людьми но я все-таки склоняюсь что здесь вот две две такие вот версии у меня либо здесь реально вот с магией связано да вот как будто вселение подселение какое-то либо это психические психологические психиатрия да вот какие-то нарушения то есть мужчины абсолютно не задерживаются причем она еще даже как-то сама удивляется что ж такое да а что я такого сделала я же ну не виновата я я да почему же они уходят почему же они бросают я же вся белая пушистая то есть она бывает в таких вот каких-то состояниях знаете может быть вы слышали когда-то что есть моменты вот небольшие такие короткие провалы в памяти вот как будто у нее такие пусть на пять минут там я не знаю на несколько минут как будто провалы в памяти вот она чудит что-то может быть истерику очередную устроит мужчине а потом она приходит себя и она она искренне не понимает а почему что такое она просто не помнит что она была в таком состоянии аффекта да что она не в адеквате была поэтому знаете другим мужчинам можно только посочувствовать в принципе особых мужчину не в ближайшее время по жизни не вижу еще раз говорю даже если у кого из вас она сейчас живет ну как бы в семье там в отношении гражданский брак как угодно но эта история ненадолго она там дает прикурить до такой степени она до такой степени мозг выносит что тому мужчине нужно поставить памятник при жизни просто за то что терпит просто доплачивать ему премию давать за то что он реально терпит ну я думаю там терпение уже на исходе вот как то так поэтому знаете сто раз подумайте прежде чем начать страдать за такой женщиной но здесь реально не за кем страдать потому что здесь ну я думаю здесь либо же нужно чистить магию да в человеке сидит кто-то или что-то да либо же ну какое-то воздействие однозначно либо у нее психиатрия неврозы и все отсюда вытекающие диагнозов очень и очень много поэтому все-таки я вам очень советую взглянуть в будущее до повернуться лицом к будущему они к прошлому и ни в коем случае не страдать за человеком который ну реально не отдает себе отчет в своих действиях своих мыслях поступках человеку который не всегда адекватный ну помимо того что даже с не как-то страшновато общаться у кого смотрите ребята у кого есть реально вот с вами резонирует такая ситуация и у кого особенно маленькие дети вот с такой женщины особое обращаю внимание потому что но здесь дети могут быть в опасности как-то либо прощупать эту ситуацию может быть детьми поговорить с родственниками да вот кто с ней часто общается как она себя ведет потому что ну чтобы дети не пострадали чтобы она им не причинила ничего плохого потому что ну человек ну реально не в адеквате периодами вот такой был расклад кому понравился ставьте лайк подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями и всем пока